Компенсации, господин Михалаки, сможет ли государство, потянет ли предоставление компенсации? Или все-таки, потому что мы видим, что мы получаем, продолжаем получать внешнюю помощь от внешних партнеров. Вероятно ли такая? Вы знаете, компенсации тоже составляющие инфляции. В тот момент, когда... Смотря как их выдавать. Да, смотря как выдавать, конечно. Если мы будем выдавать всем компенсацию, это будет иметь эффект, инфляционный эффект. Если мы будем выбирать людей, малоимущих людей, вот это уже другое. Но я все-таки думаю, что нужно лучше всего выбрать категорию людей, которым нужна эта компенсация. Потому что те люди, у которых все хватает, все хорошо, они получают компенсацию, и эти деньги они тратят. И они создают инфляцию. А производители, которые... Вы знаете, вот здесь с производителями я все-таки консерватор, я не социалист. Я считаю, что производителям они должны подстраиваться под новые условия, рыночные условия, которые сейчас есть. Да, стоимость производства вырастет, стоимость товара подрастет из-за того, что стоимость производства вырастет. Да, но государственная политика... Давайте коротко. Если говорить про экономические, я просто скажу в двух словах, чтобы не... Значит, как вот эти вот рост цен на ресурсы будет транслироваться в экономику с точки зрения производителей. У них вырастут затраты, они будут повышать цены, так как затраты растут у всех. То есть, это нет какой-то дискриминации, что вот цены же растут не только в Молдове. Цены будут расти и в Европе, цены будут расти у производителей в Румынии, у производителей в Украине, у производителей везде. То есть, эти цены будут расти. Соответственно, конкурентоспособность в целом особо не изменится. Что будет происходить с точки зрения макроэкономики? Они будут закладывать эти затраты в цены, эти цены будут расти, это будет бить объемы продаж по инфляции. И в результате, потому что экономика это же прошло, это не только производство, это еще с той стороны кто-то должен купить, чтобы это имело смысл производить. Соответственно, в итоге это все выльется именно в бюджеты, в семейные бюджеты, в бюджеты домохозяйств. Ограничение, основное ограничение по инфляции, по росту цен и так далее, это покупательская способность домохозяйств. И здесь очень правильно отметил господин Михалакиш. И здесь в этом была, на мой взгляд, и я про это говорил публично и раньше, что ошибка с точки зрения подхода. Я понимаю, что в ноябре все торопились, нужно было сделать какой-то посыл, что вот такой шок тарифный в газе не останется, скажем так, без внимания властей, и мы дадим компенсации. То есть вы попытаетесь жонглировать, то есть попытаетесь сравнить, то есть вы понимали, механизм поддержки неимущих граждан в зимний период в сумме по бюджету прошлого года, если не ошибаюсь, это было где-то около 600 или 700 миллионов леев. А в компенсации в зимний период всем, не только малоимущим, а всем потребителям газа, и там, по-моему, мы еще попали части не только газа, а и тепло и так далее, это миллиард 700. То есть, в принципе, и здесь я абсолютно согласен с господином Михалаки, и когда вы выдаете компенсации неимущим, то это заканчивается тем, что они потребляют товары первой необходимости, они себе могут их позволить, и это, если и влияет на инфляцию, то, скажем так, не сильно, потому что общий объем потребления от этого не сильно вырастет. А вот если вы выдаете компенсации тем, у которых уже базовые потребности, скажем так, обеспечены, то эти деньги уходят на другое потребление, именно то потребление, которое раскручивает инфляционную спираль. И то, что мне кажется, что было сделано, ну, опять же, я понимаю политический момент, и я не уверен, что в ноябре было лучшее решение, чем быстро дать компенсацию, пусть и не очень хорошо таргетированную компенсацию, но это нужно пересматривать. И сейчас у нас будет обратная проблема, что вот в этом году такого, скажем так, бюджетного комфорта с точки зрения профицита бюджета, который был в прошлом году, который позволил, собственно говоря, ну, не профицит, но дополнительных доходов, незапланированных доходов, который позволил, собственно, покрыть эти компенсации, в этом году я бы не стал так оптимистично его ожидать. Соответственно, в этом году возможности правительства по компенсационным механизмам будут гораздо более ограничены по сравнению с прошлым годом. Соответственно, роль тонкой настройки этих механизмов поддержки и таргетирования именно тех, которым они крайне необходимы, ну, в этом году растет просто в разы.